привет всем мои дорогие зрители сегодня у нас будет опять распаковка распаковка посылки из китая сейчас вкратце расскажу что за посылочка почему заказан был этот прибор это оптический датчик две штуки их было парочку заказал одну же распаковал подсоединил чтобы показать что все работает до этого у меня был выпуск видео о том как переделать зажигание сонарик под оптический датчик для мотоцикла ish для электронного зажигания вы это помните один зритель мне посоветовал очень такую неплохую штуку говорит в китае есть более компактные модули я попросил у него ссылочку он не любезно предоставил после чего и заказал парочку таких датчиков вот так вот они выглядят вот так упакованы один я уже распаковал как я вам говорил ранее вот такой там маленький маленький но удаленький щелевой оптический датчик стоит тут видим два светодиода и четыре контакта то есть питание сверху вниз питание плюс подается минус и выход датчика то есть более высокий более низкий уровень вот один я уже припаял провода сразу хочу сказать что довольно выносливые датчики я подавал сюда до 19 вольт он работает на единственное что микросъемка сильно греется мы к тому что если нечаянно где-то завысите тут ничего страшного работает он от 5 вольт сейчас я подам 5 вольт лабораторном блоке питания ставлю 5 и 1 вот видим два светодиода горят теперь нам надо чем-нибудь прервать световой поток сейчас я возьму бумажку обычную бумажку берем и смотрим через бумажку просвечивает ладно ножиком видите да сейчас я ближе подведу попробуем без подсветки вот сейчас без подсветки включу видим да один светодиод тухнет один питание другой выход индикатор выход на один из выходов я подключил пробник такой светодиодный кстати о нем будет потом видео обзор полезная штучка удобная видим да световой поток прервался светодиод загорелся возобновился световой поток он потух загорелся потух все работает но 2 если подключить то же самое будет только чуть-чуть тусклее будет светодиодик работать ну вот все отлично работает вот такой вот модуль правда единственное что меня смущает что тут всего отверстие под один винт крепежный не совсем удобно там плане все учесть что я буду применять на мотоцикл также посмотрим как они выдержат мотоциклетно-температурный режим на области генератор довольно жарко вот как из моде монтаж себя поведет на пайка неплохая мне понравилось ссылочку я оставлю в описании на продавца где заказывал кто захочет тот закажет как бы бояться нечего все работает так подключить и увидели тоже проблем не составит ну тут я для опытов и и взял одну специально делал заканшот над одной под и поиздеваться до 19 вольт подалок она рабочая вторую уже день и меню разъемчик не буду ставить буду выпаивать эти контакты и соединять провода потому что разъем вместе где вибрации довольно неплохая не самый лучший вариант а на этом пока все я благодарю вас за внимание также прошу подписаться на мой канал то не подписан поставить лайк под видео не забыть нажать кнопку кнопочку колокольчик чтобы не пропустить свежие ролики получать уведомления новых роликов и также загляните в описании под видео там есть ссылочка на группу вконтакте на которую вы тоже можете подписаться чтобы задавать интересующие вопросы там довольно удобно общаться и конечно же не пропустите свежие ролики всем пока спасибо за внимание